Момент один исторический. Вот это вот, как я понимаю, ров. Не просто ров, это противотанковый ров. То есть когда-то, точнее в 40-х, я так понимаю, что вот этих деревьев здесь не было. Вот такой толщины. Ну то есть это хороший обхват руками. То есть уже 70 лет более прошло. Вот такие пироги. То есть к чему? То есть да, то есть раньше здесь, вот он, это противотанковый ров. Это окоп. То есть танк туда въезжает, а выехать он уже оттуда не может. И солдатам, партизанам было хорошо где прятаться. Частям Красной Армии. Чтобы понять, какие здесь деревья вырасти успели. Ну то есть да, я думаю, что они тут в лесу-то эти самые противотанковые рвы. Или это партизаны делали, или тут действительно не было леса, а было поле какое-то. И здесь были противотанковые рвы. Потому что в лесу глупо делать противотанковый этот самый. Ну да, ну одно дерево танк свалит. Да, ну если такое дерево упадет на танк, танк дальше не поедет. Даже немецкий. Какие-то окопчики. Вот тут, наверное, снаряды рвались. Вот такое углубление. Там тут тоже ходить на самом деле лесу-то небезопасно. Даже в которых уже сто раз хожено, перехожено. Вот вот так вот, такой лес. То есть поваленные деревья никому не нужны, никто их не убирает. Хотя здесь рядом населенный пункт совсем в считанных секундах. Вот так вот все. Муж мой, малолик, кто тут любит бич? Ну, грибов, естественно, никаких нету. Не знаю, то ли рано, то ли поздно. Так, а вот это что за нитка, интересно, огораживали, наверное, что ли? На время карантина, наверное, огораживали, чтобы дети не лезли дерево. Ужас-ужас. Или просто мусор. Да, даже не обойти. И вот так и повсеместно вот так падающие деревья валяются. То есть власть, администрация, губернатор не заботятся о состоянии леса. А наших легких. Конечно, можно было поднять это дерево, отдать страждущим на дрова. Но никто этим заморачиваться не будет. Потому что это нафиг никому не надо. Потому что у нас каждый думает исключительно себе и о своей харе. Как бы повкуснее поесть и как бы подольше поспать помягче. Так вот. Вот. Да. Да грибов вообще нема. Нема грибов. Тяга, вон, нашла грибок. О, какой. Маховик. Маховик молодой. Я срезаю вот так грибок. Ну, это, конечно, мало. Это ничтожные капли. Кстати, вот это тоже съедобный гриб. Оленья рожки. Но я его брать не буду. Потому что я его никогда не ела. И помирать как-то не хочется. Раньше времени. Так, был дождь. Сейчас уже комары вылезли. Это настолько мерзкие создания. Хоть в природе все отточено. Но комаров я не люблю. Очень сильно люблю. Поэтому вот когда дождь, хорошо ходить в лес, потому что комаров хотя бы нет. Да. Голый, голый здесь. Блёс. 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 Съедобный гриб.